всем большой привет друзья ну что у меня наконец-то руки дошли до стрижки кустарников я буду сегодня стричь вот этот вот барбарис у меня так прилично подрос и вот эту вот часть вот эту по краям видите вот такие стрелки это все нужно будет мне срезать также вот тоже видите выстрелили новые побеги это тоже все нужно облагородить и также у меня здесь две спири вот такие я не помню как они точно называются я их форме квадратика буду стричь и немного вот эти вот тоже буду облагораживать в общем сегодня у меня план до двух часов дня все это сделать что я использую уже кстати не первый раз говорила использую вот такие вот большие ножницы фискарс и также от greenworks вот такие электрические ножницы здесь две насадки использую ту и ту уже смотрю по по кустарнику как и где мне удобно использовать кстати greenworks использовал для стрижки клубники и кстати хочу сказать посмотрите как хорошо клубника отросла вот прям уже той одни палочки стояли уже вся зелененькая если вдруг кто переживал также нужен еще секатор если вдруг какие-то ветки подрезать допустим снизу которые мне не нравятся я хочу отрезать но вот к примеру видите снизу вот торчит и я это все срежу и также советую вниз под кустарники стелить какой-то материал у меня вот такой вот белый спонбонд для того что вот эти все веточки будут падать и вы потом их спокойно в компостер уберете потому что если например вот этот я стригу если это все сюда падает это потом неудобно убирать и если не убирать ну сами понимаете что получится вообще некрасиво никакой схемы у меня нет просто-напросто беру делаю стригу в той форме которая мне нравится просто стригаю лишние те ветки которые вот моем понимании не нужны в данный момент на этом кустарнике вот так что давайте приступать и поехали вот и и и и друзья ну что смотрите шарик готов здесь просто аккуратно подстригла и убрала все лишнее лисичка до получилось вот я думаю еще нужно вот эту ветку наверно убрать видите она создает какую-то странную композицию так вроде бы шарик вот если вот так смотреть видите но вот та ветка мне кажется лишний но пока ее оставлю может быть следующем году срежу не знаю если убрать ее что будет надо будет потом сереже посмотреть если что уберу потому что там ветки раньше внизу были и мы их убирали для того что вот был шарик на ножках ребят я в этом видео а еще раз повторю это вообще как какое-то дикое растение которое растет у нас вдоль дороге вот она у нас выросла я стала его стричь в какой-то момент я уже говорила это в шорт еще раз повторю потому что новые зрители присоединяются когда-то на это место посадила растение из питомника уже не помню что и у меня на следующий год что-то выросло думаю ну наверное она оказалась что это просто вот какое-то дикое растение которое растет у нас практически везде просто стала стричь и всем этот кустарник нравится и смотрится очень даже хорошо так что в принципе можно из леса что-то принести до какое-то небольшое растение подрастить чтобы она подросла и потом с него делать все что захотите так а сейчас я перехожу к вот этой вот спири и вот здесь у меня буду формировать наверное квадратик вот так же вот эти две подстригу ну чтоб так поаккуратнее выглядели потому что вот этого я в этом году ни разу не стрельба уже вообще не понятно что получилось у нас кстати солнышко вышло газончик смотрите какой зеленый не стриженный вам показать конечно же сразу не получается квадрат но как вы видите вот здесь уже линия получается вот здесь здесь я пока вот немного обрезала но в будущем потихоньку потихоньку с каждым годом это будет выглядит более-менее на квадрат сейчас очень низко не хочу срезать ну пока так это выглядит и конечно же уже намного все это аккуратнее этот костик я подстригал вот этот здесь у меня были сухие ветки вот еще видите сухие я их сейчас срежу вот и с каждым годом нужно стричь для того чтобы вот эти пустоты заполнялись это не быстрый процесс но тем не менее в любом случае кустик выглядит аккуратно если их пустить полностью в рост у меня здесь вообще вот джунгли наверно будут так еще два кустика вот этих рядышком нужно подстричь вот этот я полусферой стригу и еще опчатку нужно подстричь вот эту оранжевую я даже разделась а жарко стало видите опять пасмурно на улице у нас второй день идет дождь ребят подстригла вот так у меня все получилось давно я ее кстати не стригла мне кажется с прошлого года вот здесь тоже видите долго не стригла проплешина появилась сейчас вот здесь еще внизу нужно подстричь вот видите вот эту часть в этот раз не полусферой стала делать а немножко вниз тоже встреч вот намного намного уже все аккуратно стала выглядеть кстати розочки из леруа мерилен зацвели вот некоторые вот это вот она у меня уже была сейчас скажу очень сложное название астрид графинфорд ну тыр пыр вот она у меня есть видите пропала поэтому я ее в этом году купила и вот это еще розочка и вот это по моему не помню будут свести вот посмотрите как аккуратнее сейчас вот это уберу вот так здесь еще не подстрижена вот так все выглядит вот этот я не стригу один раз три по по моему и все еще кстати вот такое вот хвойное растение может быть кто-нибудь знает как это называется очень легкая когда-то давным-давно в гавриш купила и больше не могу найти на каком-то канале видео что показывали как называется но опять не могу найти и сразу видимо не записала хотя мне казалось что я это сделала я бы вот такое вот растение посадила бы вот здесь как аккуратно стало красота мне нравится возможно знаете кто-то скажет вот иди учись как стричь ну возможно и нужно пойти поучиться но на все нужно деньги и время вот а мы в основном работаем и проводим какое-то время на даче конечно это может быть все отговорки мне пока такой результат устраивает вот прям на видео видно что вы сейчас подровняю уже без вас меня пока я такой результат устраивает пока останется все вот в таком виде конечно все это не профессионально посажено мы когда только-только начинающие дачники нам все хочется купить все посадить потом у нас начинается момент пересаживания этих кустарников и всего остального но такова жизнь круто если вы можете нанять ландшафтного дизайнера чтобы вам все сделали по уму либо знаете но не у всех есть талант либо насмотренность да я тоже смотрю какие-то видеоролики но я сейчас понимаю что это тоже определенное количество денег вложения вот я кстати вот там у меня возле забора растут что там только не растет да и плодовые деревья и плодовые кусарники и клен и можжевельник и думала буквально на днях все это переделать сделать там большую клумбу застелить все это спонбондом корой лиственницы посадить туда определенное растение потом думаю не не нам а нам нужно достраивать бытовку а на нее денег ну прилично нужно поэтому я отказалась вот этой идеи и пусть будет так как есть сейчас вот и ничего страшного не случится все друзья буду заканчивать на этом свое видео обязательно поставьте этому видео пальчик вверх а мы обязательно с вами увидимся в новых роликах до новых встреч всем пока пока